Диетолога 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 Ну, правда, у меня тоже есть подруга, которая в прямом смысле пухнет от голода. Такое ощущение, что она прям набирает вес из-за воздуха. Мы понимаем, что воздух здесь ни при чем. Видимо, дело обстоит с обменом веществ. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как быть, если нарушен обмен веществ. И что бы мы ни делали, все-таки хотим привести себя не только в красивую форму, но еще и здоровыми быть в первую очередь? Ну, конечно. Мы можем метаболизм, обмен веществ ускорить или замедлить. И это управляется, этот процесс мы можем этим процессом управлять. И вы знаете, когда мы начинаем себя правильно кормить, отдавать организму белки, жиры, углеводы, все сбалансировано, вы кушаете часто, вы не чувствуете себя голодным человеком, и вы получаете удовольствие от жизни. И тогда у нас вес начинает отдавать постепенно-постепенно 100, 200, 300, 400 грамм в день, и организм избавляется. Но нужно его завести. А если вы редко себя кормите, конечно, будет метаболизм замедляться. А сколько раз в день вы рекомендуете кушать для того, чтобы снизить вес, вот завести этот метаболизм, шестиразовое питание и последний раз? Что вы говорите? Шесть раз? Мы кушаем с 21 до 22.00, мы кушаем последний раз. А как же... Шесть часов? Шесть часов, эти заветные шесть часов. Как эти фразы? Вообще нужно отказаться от еды, чтобы похудеть, да? То есть вот это все неправильно, неверно, это катастрофически нельзя вводить в свою жизнь. Ну, это, во-первых, очень сложно. Вечером семья приходит домой и, конечно, садится за стол ужинать. Это такая красивая традиция. Почему не накрыть стол полезными блюдами, от которых мы можем съесть и снизить вес на утро? И вечером, когда мы в 21-22.00 идем к холодильнику, не думайте, что у вас слабая воля. У вас просто выброс инсулина в кровь. И организм просит погасить инсулин. И мы, когда гасим инсулин, и какими продуктами? Кисломолочными продуктами. 200 грамм кефира, йогурта. Если вы не любите кисломолочку, то можете овощами. Можно, да? Мы нейтрализуем инсулин, он гасится, и вы спокойно уходите в сон, чувство голода, и на утро встали, и радуетесь вашему весу. Всё, теперь я поняла, что у меня не слабая сила воли, что есть после 6-ти это нормально. Но тем более при нашем ритме жизни, когда мы ложимся, иногда бывает и в час ночи, и в 2 часа ночи. Как же 8 часов протерпеть? Знаете, ещё хотелось бы уточнить по поводу продуктов. Ведь вы говорите, нужно есть полезные продукты, но они ведь не всегда вкусные. Или всё-таки какой-то рецепт найден. Я, допустим, мужу брокколи не заставлю есть. Нет, но стейк-то вы заставите его есть? То есть можно? Конечно, стейк из говядины, он же вкусный, только нужно правильно его приготовить. Нужно убрать оливковое сливочное масло и сделать на гриле ему стейк из 2 минуты. И 5-10 минут в духовке отдохнуть мясо поставить. Можно куриные котлеты с укропом сделать, тоже вкусное блюдо. А на пару овощи? На пару овощи, ну мужа вы не заставите на пару овощи кушать, честно скажу. Овощные салаты, например, с розбифом салат мужчина очень хорошо едет. Ну это, конечно, с розбифом же. И всё-таки, знаете, к чему я бы хотела вернуться? Вот вы говорите, да, там правильное соблюдение белков, жиров и так далее, углеводов. И всё-таки это я должна завести какую-то большую книгу, блокнот, где я должна записывать. Так, сегодня я съела 603 калории, завтра 602. Как мне это не запутаться? Это вообще нужно делать, читать калории? Вот представляете, люди занимаются работой своей любимой, занимаются детьми. У них и так голова забита вот очень большой информацией. Тем более, кто живёт в Москве, сумасшедший город. Вы представляете, вы ещё будете на каждом продукте читать, сколько это калорий. Нужно просто знать элементарно. Мы знаем, от каких продуктов мы набираем вес и от каких продуктов мы снижаем вес. И чтобы сбалансировать это питание, мы продукты, от которых мы набираем вес, переносим в первую половину дня, от продуктов, которые мы снижаем вес, во вторую половину дня. Всё, это так просто. Это действительно просто. И прежде чем мы уйдём на паузу, я должна это всё просто под карандаш занести, чтобы не запутаться. Если коротко можно, вода. Вот есть два противоречивых мнения. Одни говорят, что воду нужно употреблять минимум 8 стаканов в день, потому что это благоприятно влияет на наш организм. Другие говорят, что это маркетинговый ход для того, чтобы компании, которые продают воду, могли её просто продавать. Пожалуйста, развейте миф. Вы знаете, я уже много-много лет занимаюсь наблюдением за своими любимыми клиентами. Я вижу, когда они не допивают воду, у каждого человека своё количество воды, на 30 кг веса 1 литр воды минимум, тогда у них вес очень плохо уходит в день. А когда они не допивают, и что ещё мне нужно? Когда люди снижают вес на 5, 10, 15, 20 кг, иногда у меня на 40 кг снижают вес. Как вы думаете, лифтинг кожи у нас будет? Вода, она структурирует кожу, она даёт увлажнение и лифтинг кожи. Это просто необходимо. Вы увидите, как у вас будут разглаживаться мимические морщины. Вы увидите, как тело ваше будет молодеть и сиять от воды. То есть сколько стаканов воды в день вы рекомендуете пить? Индивидуально. Индивидуально. Можно посчитать, давайте посчитаем. 70 кг, например. Но это получается на 30 кг, это 2 литра воды. 2,5 литра воды, можно посчитать, сколько там стаканов. Хорошо, спасибо вам большое. Мы обязательно продолжим. Прямо сейчас прервёмся на несколько минут, но затем продолжим программу. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...